Пятница 18.30. Я думаю, что наши постоянные зрители, постоянные зрители своего ТВ привыкли, что именно в это время и в этот день мы здесь в студии прямого эфира общаемся с главами муниципальных районов, городских округов Ставропольского края, которые нам рассказывают о жизни своей местности. Давайте так мы это назовем. Меня зовут Сергей Надеян. Здравствуйте. Вы смотрите прямой эфир на своем ТВ. Представлю вам мою сегодняшнюю гостью. Это глава Андроповского муниципального района Нина Анатольевна Бобрышева. Нина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, кроме меня можете задавать вопросы и вы, уважаемые телезрители, особенно если вы живете в Андроповском районе. 8 800 707 0226. Номер телефона прямого эфира и номер Viber WhatsApp. Сообщения будут прямо мне сюда в студию приходить. 8 928 222 6626. Пишите мне. Будут задавать вопросы. Звоните. Звонок бесплатный. А если будете писать, все оценивается согласно тарифов вашего оператора. Давайте будем задавать вопросы вместе, чтобы мне не было так одиноко здесь в студии с этой стороны нашего барьера. Давайте вот так назовем условно. Нина Анатольевна, если бы вы сейчас написали мне в WhatsApp себе вопрос, что бы вы спросили, как жительница Андроповского района? Чем интересен Андроповский район? Чем он отличается от других районов Ставропольского края? Нина Анатольевна, а чем интересен Андроповский район и чем он отличается от других районов Ставропольского края? Андроповский район – это один из немногих сельских районов Ставропольского края. Район небольшой. В нашем районе 11 муниципальных образований, 29 населенных пунктов. Район очень интересно расположен. 50 километров от нас расположена промышленная столица нашего края город Невиномыск. С другой стороны 50 километров группа кавказских минеральных вод, города-курорты. Аэропорт. И получается Андроповский район расположен вдоль федеральной трассы Кавказ, но он не относится к промышленной столице городу Невиномыску и к курортной зоне. То есть у вас здесь чуть-чуть пахнет дымом и струб, а здесь чуть-чуть минералочкой. Да, минералочкой и хороший такой воздух. И как сделать так, чтобы Андроповский район был для людей интересным, чтобы он был инвестиционно привлекательным, чтобы люди приезжали в район. Вы же сейчас не у меня спрашиваете? Чтобы люди не уезжали из Андроповского района. Вообще, знаете, Андроповский район, я очень люблю Андроповский район, несмотря на то, что я не сама не жительница Андроповского района, не коренная жительница. Я сама родилась и выросла в Чеченской республике и после окончания института по распределению попала в Андроповский район. И вот за эти годы он стал для меня родным. Он стал для меня родным благодаря тем людям, которые сегодня живут в Андроповском районе. А что это было? Пединститут? Да, это был пединститут по своему первому образованию, будем так говорить. Я учитель физики и математики, очень долгое время проработала в отрасли образования, была директором школы, была руководителем отдела образования, в администрации возглавляла социальную сферу. И вот за все это время я познакомилась с таким большим количеством людей, практически можно сказать, что знаю, может быть, не каждого жителя Андроповского района, но очень многих. Вы знаете, у нас удивительные, замечательные люди. Вот для таких людей хочется жить, хочется работать, хочется творить и хочется делать много хорошего. Я понял. Теперь переформулирую свой первый вопрос. Что бы вы, о какой проблеме бы вы спросили? О какой бы проблеме я спросила? Если бы сейчас писали. Мы будем делать работу наших зрителей сейчас. Хорошо. Я думаю, что зрители будут, конечно, тоже писать. Я бы спросила, наверное, о проблеме, ведь район-то сельскохозяйственный, о том, как развивается сельское хозяйство в Андроповском районе. Насколько рентабельным является работа сегодня наших сельскохозяйственных предприятий. Знаете, почему бы спросила про это? Потому что жители Андроповского района, это жители сельского района. И основной вид деятельности, это, конечно же, сельское хозяйство. Земля. Это главное богатство Андроповского района. Сельским хозяйством заниматься в Андроповском районе очень сложно. Это далеко. Земля у нас не такая, как в Кочубеевском районе, как в Новоалександровском районе, когда я всегда говорю, там, может быть, нужно зерно кинуть в землю, и оно прорастет. А у нас земля очень сложная. 80% всех соломцовых почв по всему Ставропольскому краю приходится именно на наш Андроповский район. И поэтому для того, чтобы получить какие-то очень серьезные результаты, нужно вложить очень много сил, труда. И по-настоящему нужно любить эту землю. Но от того, как будет развиваться сельское хозяйство, зависит жизнь и каждого жителя в нашем районе. Почему? Потому что много людей работает в отрасли сельского хозяйства. Все наши люди являются пайщиками. Поэтому для них очень важно, как сельское хозяйство будет развиваться. Согласен. Но вы в прошлом году попали в программу садов суперинтенсивного типа. А как программа сработала на ваш взгляд? Вы знаете, это уникальная программа. И благодаря поддержке губернатора, и вообще эта программа именно в Ставропольском крае, у нас заложили, мы заложили 40 суперинтенсивных садов на территории района. В этом году эта программа продолжается. В этом году мы будем закладывать еще 40 садов. Понимаете, это очень хорошая программа. Смотрите, нам было выделено 16 миллионов рублей. 400 тысяч получает владелец личного подсобного хозяйства. Это поддержка личных подсобных хозяйств. Вот буквально недавно... Но это они на своих паях выращивают или у себя это где? Нет, нет. Значит, владелец личного подсобного хозяйства должен иметь участок земли. Участок земли в своей собственности. Не менее 10 соток. На этих 10 сотках высаживается, закладывается сад. Саженцы, ограждения, система капельного орошения. Заключается договор с организацией, и все это устанавливается в личном подворье каждого человека. Дальше владелец личного подсобного хозяйства. Он вносит 5% своего софинансирования. Он ухаживает за этим садом. И пройдет год, пройдет два, пройдет три, он начнет получать из этого сада, естественно, продукцию. И уже он эту продукцию сможет реализовать в собственных целях. Как и куда он будет реализовать просто? Не каждый человек выйдет на рынок или высаживая, он уже подразумевает о том, что есть... Нет, ну понимаете как... Будет ли помогать еще с продажей? Понятное дело, что каждый человек, который берется за это дело, он должен думать, каким образом он потом будет реализовать эту продукцию. У нас проходила закладка садов компактно, по нескольким населенным пунктам. И перед этим мы собирались с владельцами личных подсобных хозяйств и обговаривали эти вопросы. Поэтому мы понимаем, что дальше. Мы будем создавать кооперативы. Для того, чтобы совместно вот этими с кооперативами работать, либо цех по переработке продукции, либо, значит, совместно будем искать рынки сбыта. Конечно, первое время мы будем помогать людей, будем их поддерживать. Продолжим тему сельского хозяйства тогда. Как работаете вообще с сельхозтоваропроизводителями? Есть какие-то особенности работы в Андроповском районе, учитывая то, что вы говорите, те же самые солончаковые почвы и так далее? Опять, если посмотреть по тому же урожаю, урожайность неплохая, но опять сравнивать с Кочубеевским районом, наверное, сложно. Конечно. У нас в районе работают 16 сельхозпредприятий, 68 крестьянских фермерских хозяйств и более 10 тысяч личных подсобных хозяйств. Конечно, есть крупные сельскохозяйственные предприятия. Это такие, как Андроповский агрокомплекс, которые обрабатывают около 20 тысяч гектаров земли. Есть Андроповский агропроект, есть озерный продукт Агра, есть СПК Курсавский. То есть есть вот такие хорошие, сильные уже сельскохозяйственные предприятия, которые в последнее время используют и новую технику, используют удобрения. И все это приводит к тому, что раньше никогда никто не думал, что на наших землях можно получать урожайность 31 центнер с гектара. Для кого-то это маленькая, а для нашего района это вполне неплохая урожайность, тем более это средняя урожайность. А уже у нас есть, что когда применяют современные технологии, то уже есть и отдельные сельхозпредприятия, отдельные поля, где и до 50 центнеров с гектара получают, и 48, и 46. Хотел угадать, думал, 40 сказать, а там до 50 получается. Смотрите, у меня в руках отчет ваш, отчет о деятельности за прошлый год. Мы сейчас по нему, наверное, немного пробежимся, сельскохозяйство мы уже затронули. Но у вас же другая форма, вот вы сейчас, мы с вами перед эфиром разговаривали, что у вас другая форма отчета, во всяком случае, такой первопроходится. Почему вы решили, расскажите, вот здесь, согласно стой 31 федерального закона, нужно обязательно отчитаться перед депутатами, перед губернатором, а вы отчитываетесь перед населением? Действительно, Сергей, правильно вы говорите, по 131 закону, глава района, раньше глава администрации, глава района, должен отчитаться о результатах своих деятельностей перед депутатами на совете района. А перед жителями отчитываются главы населенных пунктов. Ну вот 4 года назад я решила, что это все-таки неправильно. И глава района должен обязательно отчитываться перед жителями населенных пунктов. Для чего? Для того, чтобы это был вот такой живой диалог, и люди из первых уст могли узнать о том, что делается в районе, по какому пути развивается район, какие перспективы у района, что получается, что не получается. И мы проводим, вот у нас 11 муниципальных образований, мы проводим порядка 14-15 встреч все время. Где-то на БИС выходите? Нет, не на БИС. Есть у нас, допустим, муниципальное образование, где два населенных пункта. Ну, условно говоря, допустим, есть водораздельное муниципальное образование, есть село Водораздел и есть поселок Каскадный. Из поселка Каскадного все жители не могут приехать на отчет в водораздел. Да, а почему бы тогда главе района не приехать и не встретиться с жителями в том же поселке Каскадный? Хорошо, вам зачем это нужно? Ну, это же дополнительные усилия, дополнительные, наверное, нервы. Ну, я не могу сказать, что я не волнуюсь, когда выхожу перед жителями и рассказываю им о своей работе. Понимаете, я считаю, что это очень важно, для меня это очень важно, потому что, когда выходишь в зал, перед тобой сидят жители в зале, и по лицам, по их взглядам, по их глазам я всегда могу понять, верят они или не верят тому, что мы говорим. И по правильному пути мы идем. Может быть, вот бывает такое, что часто ругают власть, да, и говорят, вот чиновники решили там сделать вот эту дорогу, а надо сделать вот эту дорогу, да, или чиновники считают, что самое главное вот это проблема, а эта проблема не проблема, а для данного населенного пункта вот совершенно другой вопрос будет являться проблемным. И поэтому вот здесь можно чутко сверить свои часы вот с тем, что ты делаешь, правильно ты делаешь или нет. Ругают вас там? По-всякому бывает. Бывают такие встречи, которые проходят тепло, спокойно, комфортно, уютно. Бывает где-то и пощипают, и расскажут, где мы что-то не так делаем. Вопрос, который пришел в WhatsApp, давайте на него ответим. Здравствуйте, у меня такой вопрос, когда сделают асфальт на улице Стратичука в селе Курсавка? На улице Стратичука в селе Курсавка сделают асфальт, я думаю, наверное, на следующей неделе уже начнут асфальтировать эту дорогу. Почему? Потому что... Не дождались, не дождались чуть-чуться все. Да, я понимаю, почему задан этот вопрос, потому что там прошли, первый вид работ выполнен, да, и остановились. Но дело в том, что подрядчик, он одновременно выиграл несколько контрактов. Один контракт на ремонт районной дороги и контракт на ремонт вот этой поселенческой дороги. А эти две дороги, они соединяются, поэтому ему удобнее одновременно выполнить работы на двух дорогах и потом заасфальтировать. Я думаю, что со следующей недели мы начнем асфальтировать улицу Стратичука и плюс еще вот ту дорогу, которая с федеральной трассы Кавказ через местные жители знают, мимо завода ЖБИ, которая соединяется с улицей Стратичука. Насколько вникаете вы вот в эти муниципальные вопросы, потому что там есть главы и муниципалитетов? Стараюсь вникать. Стараюсь вникать. И может быть главам муниципалитетов не всегда это нравится. Я это все прекрасно понимаю. Но стараюсь во все вопросы вникать в каждую дорогу, в каждый проект, который реализуется на территории каждого населенного пункта. И в каждую жалобу, которая поступает с каждого населенного пункта. Так, бюджет. Бюджет района. Кстати, пишите, уважаемые телезрители, номера телефонов внизу, задавайте вопросы. Все, что касается Андроповского района, видите, здесь в прямом эфире отвечаем. У вас бюджет исполнен с профицитом за 2018 год. За счет чего это удалось? И какие статьи, основные, пополняющие казну? Вы знаете, очень долгое время у нас была очень серьезная такая проблема, что наш район входил в группу сверхдотационных районов. И мы работали на условиях соглашения с Министерством финансов Ставропольского края. Когда мы не могли допустить ни одного шага ни влево, ни вправо, чутко шли по соблюдению условий соглашения. Для того, чтобы выйти из условий соглашения, нам надо было предпринять все меры для того, чтобы не быть вот таким сверхдотационным районом. Наконец-то нам это удалось. Бюджет у нас профицитный. Кредиторской задолженности у нас нет. Долговая книга чиста. Задолженности нет никаких. Благодаря чему удалось это сделать? Ну, конечно... А были задолженности? Нет, не было. Стараемся вот всегда жить по средствам. Вы знаете, ну, наверное, как и в любом районе, самый главный источник – это подоходный налог. Это наши налоговые и неналоговые доходы. Что касается подоходного налога, мы... Было время, знаете, я вот работаю главой уже полный 6 лет, 7-й год работаю главой. И было время, когда финансисты заходили в кабинет 30 декабря и говорили, ну, чуть-чуть осталось, но еще немножечко осталось для того, чтобы нам дотянуть и хотя бы выполнить подоходный налог. Не закрывайтесь. Не получается выполнить подоходный налог. Вот сейчас мы подоходный налог перевыполняем свой. Почему? Это, во-первых, за счет создания новых рабочих мест. Это за счет ликвидации неформальной занятости. Здесь вот в этом плане, в плане ликвидации неформальной занятости мы вот в числе входим в пятерку, вот, ну, будем так говорить, лучших по Ставропольскому краю. Две с половиной тысячи людей мы вывели из теневой занятости за последние три года. И мы действительно это увидели. Мы увидели поступление в бюджет района, потому что людей оформляют, те, которые люди. Они работали, они были заняты, но они не получали заработную плату, так как это нужно было. Они изначально были в тени или в какой-то момент так получилось, что как-то ушли? Ну, по-разному. По-разному. Где-то, допустим, мы это видим, создается там небольшое предприятие, предприниматель принимает на работу, работает у него 10 человек, 3 человека оформил, а 7 человек не оформил. Но сейчас уже мы провели очень большую работу, в том числе информационно-разъяснительную, и люди сами начали понимать, что очень важно, чтобы трудовые отношения были оформлены. Сами работники. Сами работники, потому что это и заработная плата, это и пакет, будем так говорить, услуг, да, которых предоставляется. И самое главное, это пенсия, которую они в последующем заработают. Согласен, еще один важный фактор социально-экономического развития, глядя снова в отчет, это демографический потенциал. Смертность превышает рождаемость у вас. Как будете работать над повышением рождаемости в районе? Для того, чтобы работать над повышением рождаемости, надо создать в районе все условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы молодежь не уезжала, чтобы молодежь оставалась, создавала семьи. И для того, чтобы они понимали, что если, допустим, они создали семью, у них родился ребенок, ребенок пошел в школу, получил качественное образование, качественное медицинское обслуживание. Ну и, естественно, было место, где можно было заняться своим досугом. Хорошо, вы этим занимаетесь? Занимаемся. Занимаемся образованием. У нас в нашем районе 14 школ, в нашем районе 17 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования. Львиная доля нашего бюджета, это 75%, у нас уходит на поддержку социальной сферы. И в том числе практически 50% на поддержку именно отрасли образования. У нас сегодня 3000 детей обучаются в школе, 1200 детей обучается, воспитывается в дошкольных образовательных учреждениях. Хорошо, проблемные моменты тогда по образованию. Самая загруженная школа во сколько смен? У нас в одну. Все в одну? Нет, у нас в две смены только занимается одна единственная школа. Это школа в селе Красноярском. Это школа, которая находится в аварийном состоянии. И мы очень долгое время, очень долгое время пытались построить новую школу в селе Красноярском. Вы знаете, в течение 15 лет решался этот проблемный вопрос. Село небольшое, маленькое. Состоит тоже муниципальное образование из двух населенных пунктов. В одном селе начальная школа, в другом селе средняя школа. Дети занимаются в две смены. Причем еще и подвоз детей из села Алексеевского в село Красноярское. И вот вы знаете, один проект сделали 15 лет назад. Не получилось этот проект реализовать. Дважды вносили изменения в проект и пытались войти в какую-то программу. И вот теперь я могу сказать, что мы сегодня строим в селе Красноярском небольшое село Красноярское. На 170 мест мы, благодаря поддержке нашего губернатора, мы строим там школу. Вы знаете, 5 лет назад губернатор приехал в это село. И жители села, там удивительные люди живут в этом населенном пункте. Вы знаете, они настолько добрые, настолько отзывчивые. И они когда пришли к губернатору, окружили его со всех сторон. Мы говорим, Владимир Владимирович, ничего не надо, школу. Владимир Владимирович, нам нужна школа. Но и долгое время не именно у губернатора не получалось, а у нас не получалось, чтобы начать строительство этой школы. Нужно было подготовить проектно-смертную документацию. Нужно было пройти ее экспертизу. И прежде чем опять тратить деньги на проектно-смертную документацию, нужно, чтобы у нас дошло время до того, чтобы мы другие какие-то свои дыры, будем так говорить, залатали. Потому что, ну, что греха таить, да? Думали о том, что, ну, сейчас мы опять подготовим проектно-смертную документацию, и будет она лежать на мертвом грузах. Так вот, вы представляете, мы в декабре подготовили, получили положительное заключение экспертизы. И в феврале мы уже были включены в федеральную программу. Так, рассказывайте, заразительно, как-то, что даже я за красноярцев порадовался. А если бы узнали, как я рада. Ну, даже если я, да, то тем более. Хорошо, детские сады. Еще одна проблемная тема. Обычно это очередь детских садов. И вот очередь, давайте от трех лет начнем вот с этой очереди. Сергей, вы знаете, я вам это, можно расскажу один случай интересный? А давайте, если по работе, то давайте. И своей практике. Я работала руководителем отдела образования. Я помню, вы говорили недавно. Да, руководителем отдела образования. И вот однажды начался рабочий день. Заходят ко мне в кабинет две мамочки. Заходят со своими детками. И говорят. Следите за ними. Вот вы руководитель отдела образования. А нам надо работать. И нам надо кормить свои семьи. Они оставили своих детей. Посадили их на стулья, повернулись и ушли. Они далеко не ушли, понятное дело. И вот я тогда действительно серьезно задумалась над тем, что проблему-то эту надо решать. Потому что действительно от трех до семи лет очередь-то в детские сады существует. Очередь есть. Что мы начали делать? Мы в первую очередь начали работать над даже не строительство детских садов, а использование, рациональное использование тех помещений, которые у нас есть. Десять лет назад была построена в курсавке, ну чуть более десяти лет назад, в курсавке новая школа. Она строилась долгостроем. Когда ее строили, предполагали, что будет отдельно блок для шестилеток. А этот блок оказался, прошло время и невостребованным. Когда начинали строить школу, строили ее на тысячу человек. Когда построили, уже осталось чуть больше четырехсот человек детей. Я пришла тогда к главе администрации района и говорю, давайте сделаем прямо вот в этой школе отдельный блок, заберем и сделаем там детский сад. А давайте, давайте попробуем. Глава поддержал мою инициативу, и мы получили там замечательный полноценный детский сад, который посещают сто человек. Представьте, сразу в курсавке сократилась очередь на сто человек. Мы открыли дополнительные группы практически во всех наших образовательных организациях. И на сегодняшний день очереди в детский сад у нас нет, и каждый ребенок, родитель, который хочет ребенка определить детский сад, место для него есть. Ясли? Ясли пока у нас только в курсавке. И сейчас это в двух детских садах у нас ясельные группы. Вот пока это более востребовано. Вот по малым населенным пунктам мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока это не самый востребованный вопрос. Пробежимся по вопросам, которые присылают вайбер ватсап. Следующая улица Сахалинская в курсавке. Улица Сахалинская в курсавке. Да, это улица Поселенческая. Что значит Поселенческая? Ну, смотрите, что значит Поселенческая. Кто-то поселился? Улица Сахалинская, они что хотят? Дорогу или дорога? Да, дорога, асфальт по улице Сахалинской. Наша улица маленькая, может, осчастливите? Вот такая формулировка. Смотрите, Сергей, вы знаете, вот если можно о дорогах немножко скажу. Вот люди уже в принципе-то у нас как бы понимают, что у каждой дороги есть свой хозяин, да? У нас в районе 82,5 километра дорог, это дороги, которые относятся к району, районные дороги. У нас 150 километров, это краевые дороги по территории района проходят. 50 километров федеральной трассы и 250 километров, это улично-дорожная сеть поселений. Для того, чтобы сегодня привести сразу, одномоментно... Одномоментно не надо, сделайте Сахалинскую в Курсавке. Да, одномоментно. Только районные дороги нужно порядка полмиллиарда рублей. Для того, чтобы все 250 километров уличной дорожной сети поселений, это полтора миллиарда. Конечно, это сложно. Поэтому в селе Курсавке администрация занимается в настоящее время оформлением дорог. В этом году там ремонтируется улица Сахалинская, будет отремонтирована улица Красная. Сейчас готовится документация на ремонт улицы Горького. У нас есть поселок Сельхозтехник, Суркуль. Готовится туда документация. Я думаю, как только будет подготовлена документация, то обязательно и до улицы Сахалинской дает очередь. Но мы в этом году, Курсавская администрация, буквально где-то в течение месяца получает свой грейдер. И появится грейдер, у нас тогда хотя бы будет возможность выполнять самостоятельно грейдирование. Это тоже уже каким-то образом проблему немножко снимет. Тут уже не вопрос, здесь две благодарности. Спасибо вам, губернатору, за строительство школы в Красноярском. 30 лет ждали события. Когда окончание строительства, спрашивают? Ну, вообще у нас по условиям соглашения мы должны до конца декабря сдать эту школу. Этого года? Да, да. Следующий набор уже в эту школу идет? Да. Мы думаем, что уже последний звонок на следующий год уже обязательно будет в новой школе. Студент, спасибо за площадь около Дома культуры. Фонтан появился, и парк теперь выглядит красиво. Лавочки, фонари. Фонтан, это по какой-то программе делали? Вы знаете, фонтан мы делали не по программе, но строительство фонтана, оно очень тесно связано с реализацией программы местных инициатив, которые есть у нас. Можно по этой программе? Конечно, мы сейчас давайте в нее и углубимся. Спасибо студентам за намек. Да, можно по этой программе. Вот смотрите, три года действует программа на территории всего Ставропольского края. Мы напомним, да, что эта программа сначала действовала в восточных районах, и потом распространилась по всему краю. Вот смотрите, у нас 11 муниципальных образований. Мы за три года, максимальное количество проектов, которые мы могли реализовать, это 33. Ну, простая математика, да, 11 умножаем на 3. Мы за три года реализуем 29 проектов. То есть, вы понимаете, насколько активно район участвует в реализации данной программы? Я понимаю, что 4 не доработали точки. Да, а 4 не доработали, да, 4 не доработали. Мы, значит, первый год реализации в 2017 году 8 проектов, в прошлом году 10 проектов и в этом году 11 проектов. Мы построили 6 спортивных площадок универсальных в населенных пунктах, парковые зоны, обустраиваем, вот обустроили площадь перед домом культуры, скверы, тротуары, ремонт домов культуры, полный или частичный. И вот в Курсавке сделали площадь около дома культуры, конечно, получилась очень красивая площадь. И когда мы начали благоустраивать эту площадь, а программа местных инициатив, она же подразумевает средства и краевого бюджета, и муниципального бюджета, и предпринимателей, и населения в том числе. И один из предпринимателей пришел к нам в администрацию и говорит, я хочу подарить нашему населенному пункту фонтан, пожалуйста, мы вашу инициативу только поддержим. И вот благодаря тем финансовым вложениям, которые сделал вот этот предприниматель, мы этот фонтан в прошлом году открыли. Назвали мы его фонтан Победы, потому что открыт он был 9 мая прошлого года. Теперь следующий этап в этом году – парковая зона. Парковая зона в селе Курсавка, ну нет у нас вот такого места, нет большого парка, да? Небольшой был скверик, там памятник погибшим воинам, он как бы всегда был у нас в порядке, приведен в порядок. А рядом территория, она действительно была захламлена, было столько много деревьев, вот таких уже, знаете, будем так говорить, и сушняка, да, и доживающих свою жизнь. Тоже появились неравнодушные люди, которые говорят, давайте совместно благоустроим эту парковую зону. Она не верится мне, что самостоятельно появляются такие люди. Парковую зону. Вот в данном случае Григориан Ленцер-Нверович, вот действительно, это был такой, который проявил первую инициативу. А дальше уже, соответственно, мы его инициативу поддержали. Сейчас в начале сделали дорожки, в этом году открыли, опять-таки, 9 мая второй фонтан и назвали его фонтан Веры, Надежды, Любви. Угадай, а я не успел. Да? Хотел третье имя угадать, не успел. А, третье имя угадать, да. Фонтан Веры, Надежды, Любви. Здесь же мы поставили площадку небольшую детскую. Ну, хочу вот обрадовать жителей, что у нас тоже вот есть сейчас в планах, мы продолжим реконструкцию вот этой парковой зоны. Но там нет бюджетных средств, там в основном все средства, вот чтобы все жители знали, они, конечно, внебюджетные. И вот мы сейчас думаем над обустройством там еще одного детской, еще одной детской игровой площадки. 8 800 707 02 26 номер телефона прямого эфира. И у нас воспользовался кто-то из телезрителей или телезрительниц для того, чтобы позвонить нам в эфир. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, давайте знакомиться с вами. Силу Янкуль, Горбатенко Геннадий Григорьевич. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Вопрос ваш, пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Улица Советская, Силу Янкуль. Дорога. Что хотите, пожалуйста. Дорога уже поехать невозможно на машине. Ямы сплошные, вообще ужас. Спасибо. Буквально где-то до асфальта 700 метров дорога. Спасибо за вопрос, Янкуль, Советская. Да, понятно. Почему по дорогам только вопросы? Дороги, дороги, дороги. Вы знаете, вот чем больше начинаешь вкладывать средства в ремонт дорог, было время, когда вообще дороги не ремонтировали. Вот смотрите, мы, дорожный фонд за несколько лет, насколько увеличился, я сейчас вам скажу. Если в прошлом году, если в позапрошлом году, в 2017 году, возьмем только на ремонт районных дорог, было из дорожного фонда затрачено 8 миллионов рублей, в прошлом году 33 миллиона рублей, в этом году 80 миллионов рублей. И тем не менее, конечно, всех этих денег... А нужно полтора миллиарда. Да, а нужно полтора миллиарда. Но улицу Советскую я знаю, прекрасно знаю этот участок дороги, о котором говорите. Обязательно постараемся ее в ближайшее время привести в порядок. Действительно убитая. Да, действительно она убитая. Вот сказать, что мы там полностью сейчас ее там заасфальтируем, я не могу сказать, но какую-то определенную часть работы мы обязательно там проведем. Давайте закончили по инициативам. Есть еще чем похвастаться? Если нет, перейдем к инвестициям. Ну давайте перейдем к инвестициям. Перейдем к... Хотя есть чем похвастаться. Есть похвастаться. Хотя есть чем похвастаться, но у нас осталось 12 минут до конца эфира. Уже 12? Представляете, насколько активно инвесторы приходят в район? Вы знаете, я не случайно начала сегодня, первое, с чего сказала, что сложно затянуть инвесторов, когда рядом есть Невиномыск, есть промышленный город, согласитесь. И когда рядом есть... Когда они сами по себе уже реклама. Да, когда они сами по себе уже реклама, конечно. Но в прошлом году нам удалось затянуть очень крупного инвестора. Это мы в прошлом году ввели в строй тепличный комплекс Андроповский в селе Солонодмитриевском. Это с производством 6000 тонн овощей в год. Выращивание огурцов. 213 рабочих мест. Сегодня у нас на территории района реализуются 7 инвестиционных проектов. Какие-то проекты подходят к своему завершению, какие-то проекты в начальной стадии. Сейчас серьезный проект, над которым мы работаем. Это проект тоже, как и в Кочубеевском районе, проект по ветроэнергетике. У нас реализован проект по переработке мяса птицы. Это небольшой проект. Примечательно то, что есть молодая семья, которая просто решила жить в Андроповском районе. Никуда не уезжать. Местные жители никуда не уезжать, а создали свое дело. И вот такой получился хороший инвестиционный проект по переработке мяса птицы. Это по какой-то программе они сделали? Нет, самостоятельно. Сейчас еще один молодой человек, вот в том же селе Красноярска, Морозов Сергей Николаевич. Но он участвовал в программе. Начинающий фермер получил грант. И в этом году он завершает строительство цеха по переработке молока, изготовлению сыров. Поэтому в ближайшее время попробуем Андроповский сыр. Попробуем Дорблю из Красноярского. Да, Андроповский, из Красноярского, да. Работает на территории района. Нам удалось реанимировать наш винзавод, который долгое время не работал. Но благодаря помощи губернатора нам удалось его, будем так говорить, реанимировать. Он получил лицензию. Сегодня выпускаются шампанские вина, вот, нескольких сортов. Работает цех по розливу безалкогольных напитков. Вот, ну, то есть район сегодня живет, работает, развивается. Давайте, как раньше в новосях говорили, политика, культура, физкультура, температура. Сейчас о культуре, о домах культуры. Есть программа, по которой ремонтируются дома культуры в районах. Если коротко, как она зашла к вам, как работает? Да, у нас работает эта программа. Вот только в этом году мы ремонтируем у себя три дома культуры. Это дом культуры в селе Водораздел, дом культуры в селе Кианкис и дом культуры в селе Янкуль. Три дома культуры. В прошлом году у нас выполнялись работы в доме культуры села Курсавка. У нас полностью отремонтирован Крымгиреевский дом культуры. То есть эта программа у нас работает на территории района. Вопрос от телезрителей, я не знаю, насколько по адресу, при недавнем обращении губернатора к общественности и к Думе Ставропольского края, он говорил о выплатах детям войны, и вот теперь вопрос поступил, когда у вас начнутся выплаты. Значит, с 1 июня мы начинаем выплаты вот этой категории дети войны. У нас 1892 человека, средства в район поступили, так что в ближайшее время начинаем эту выплату. Смотрите за смс-ками, которые привязаны к карте, да, наверное, так получается, когда-то придет спорт. Спорт, мой любимый спорт, мой любимый спорт. Насколько развит, вы говорили о том, что строятся спортивные площадки, и по программам строились спортивные площадки, а в коня ли корм? Вот вы знаете, корм действительно в коня. Можно похвастаться. Вот буквально сегодня, когда я ехала к вам на эфир, мне позвонил руководитель нашей детско-юношеской спортивной школы. И вот вижу, бьется, бьется, пробивается по телефону. Елена Анатольевна, у нас такая новость. У меня такая новость. Ну, не хотел отправлять вам смс, можно поделюсь радостью. Пожалуйста, наш тренер Лобазанов Лобазан Белалович именно сегодня в городе Санкт-Петербурге стал чемпионом мира по рукопашному бою. Вообще, знаете, у нас очень сильная секция рукопашного боя в Курсавке. У нас занимается большое количество ребят. У нас 56 мастеров спорта. У нас 14 человек, которые становились, 14 наших спортсменов становились в разное время чемпионами, вот за последние несколько лет, чемпионами Европы, чемпионами мира. Я люблю бывать на тренировках у Лобазанова Лобазана Белаловича. У него тренировка обязательно начинается с того, что дети все вместе выстраиваются. И первое, что делают, они исполняют гимн. И после гимна начинают тренироваться. Ну, все равно уже в честь тренера гимна звучал в Питере. Да, в последнее время стали еще одну песню «С чего начинается Родина». Они чередуют или вместе? Вы знаете, спортивные площадки. Вот я уже сказала, что только по программе местных инициатив шесть универсальных спортивных площадок у нас сейчас построено. У нас очень хорошо развит футбол. У нас несколько футбольных команд. Причем футбольные команды, которые... Я не говорю сейчас о детском спорте. Детский спорт – это одно. А самое главное же еще и взрослый спорт, да? Когда-то у нас несколько лет назад у нас по числу людей, которые занимаются физкультурой и спортом, мы, в принципе, как бы там, ну, извините за слен, в хвосте плелись в крае. На сегодняшний день у нас выше 40% – это люди, которые занимаются, вот, постоянно занимаются физической культурой и спортом. В течение трех, четырех, сколько там лет нужно до 55 поднять, справитесь? Да, да, вы должны до 55, но сейчас 46, уже немножко осталось. Уже немножко осталось. Но мы и продолжаем строить спортивные наши сооружения. В этом году, вот, буквально в ближайшее время в селе Солуна-Дмитриевском будет открыт стадион. Вот это видео с тренером, вашим рукопашником, я уже, когда в программе готовился, обратил внимание, что вы выложили на свою страничку в Инстаграм. Выложили, да? Сами ведете? Сама веду. Сколько у вас подписчиков? Знаете? Знаю, слежу за этим, потому что хочется, чтобы подписчиков было больше. Сейчас 1282-1283, что-то, вот, цифра около этого. Ну, надо нанимать СММщиков тогда, чтобы они разгоняли вам. Ну, я не нанимаю СММщиков, чтобы они разгоняли, допустим, пока. А действительно, свою страницу, у меня есть страница в Инстаграм, у меня есть страница в Фейсбуке, у меня есть страница ВКонтакте, есть страница в Одноклассниках. Стараюсь ввести каждую страницу сама. И, вы знаете, вот... Сейчас наши зрители как раз видят вашу страницу, мы показываем. Вот, каждое событие, вот, которое интересно, если есть у нас на территории района, я обязательно стараюсь донести информацию, чтобы все жители района об этом знали. Хорошо, а вам самой неинтересно, чтобы это была страничка еще и вашей, не главы администрации, а вот Нины Анатольевны, чтобы выложить, какой я тортик испекла вчера, а вот выложить, как у меня там гости приехали, мы вчера посидели под баяном. Ну, вы знаете, я иногда, иногда... Я не нашел, но я бегло посмотрел, но не нашел. Ну, вы бегло посмотрели, поэтому, может быть, вы не нашли. Ну, иногда, редко, конечно, бывает, но я же тоже такой же простой человек, как и все. Там, у меня есть свои интересы, свои увлечения, вот, ну, может быть, хотелось бы где-то, но я стараюсь больше, если это касается, выложить там детей или внуков, что-то такое, да? Я вот не нашел, хотел спросить, нет ли желания внуков выложить, но, видимо, есть. Есть, есть, есть. 755 человек, на которые вы подписаны. На кого вы подписываетесь? Я подписываюсь на интересных мне людей. Вот, допустим, если человек на меня подписался, я смотрю и тоже стараюсь на человека подписаться. Захожу очень часто, допустим, на странички к своим коллегам, смотрю, стараюсь подписываться. У меня там в списке есть и политические деятели, есть и все главы наших муниципальных образований, и жители района. А вот если жители района оставляют комментарии вам какие-то, потому что я точно знаю, что некоторые главы районов, главы администрации, в том числе глава города Ставрополь, он прям скриншоты и по подразделениям рассылает все это дело. У вас это работает? Работает. У нас тоже работает. Обязательно, как только какой-то комментарий, я сама все отслеживаю, стараюсь отвечать на все комментарии. Ну, может быть, вот если бывает такое, знаете, был выставлен, ну, может быть, пост какой-то месяц назад, да, и через месяц человек написал, если там я его не увидела. Но стараюсь на каждый, на каждый комментарий обязательно реагировать, обязательно ответить. И, естественно, дать своим заместителям, своим руководителям отделов, главам поселений, вот, обязательно сразу же эту информацию им отправляют для того, чтобы мы постарались предпринять какие-то меры. Скажите, а вот есть у вас какой-то круг людей, круг сотрудников, которые вы бы сказали, что вот это моя команда? И вот в этой команде сколько человек? Вы знаете, я когда... На которых можно положиться, с кем можно в вагоне в воду, в разведку? Вы знаете, я когда готовилась к отчету именно перед жителями, и я не знаю, у вас, у меня два отчета, да, вот какой у вас отчет, тот отчет, который я перед депутатами отчитывалась, или тот отчет, который перед жителями отчитывалась, депутатский, да. А когда я отчитывалась перед жителями, то я в конце завершала свои слова, свой отчет тем, что все вместе мы беспокоимся за будущее нашего района. Каждому из нас, каждому жителю Андроповского района, не безразлично то, каким Андроповский район будет. У нас общие дела, общие дела мы должны решать вместе, а поэтому мы одна команда. То есть я считаю, что... Пробил, как говорится у нас. Да, что мы все вместе, и мы все вместе одна команда. То есть весь район, весь Андроповский район. Ваша одна команда, Нина Анатольевна, спасибо большое, что к нам в гости пришли. У нас пятница такая интересная традиция, и с каждым главой что-то новенькое, что-то интересное для себя нахожу, очень любопытные беседы получаются. Вам большое спасибо, уважаемые телезрители, вам спасибо за то, что были с нами, за то, что были активны, звонили, писали, звоните, пишите. И дальше на следующей неделе тоже будут интересные эфиры, и на следующей неделе еще 102 сна, начнется, приедете? Да, обязательно. Тут будет праздник, конечно. Да, обязательно. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Спасибо, до свидания, хорошего всем вечера, хороших выходных. Давайте отправимся на выходные, хорошенько отдохнем. А завтра 1 июня, день защиты детей. Сводите в парк. Замечательный праздник. Сводите в парк. Сводите. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok